Интервью нам дает Михаил Лыжин, игрок команды Пакел ГДУ Нового Урингоя. Пойдите впечатлениями от серии матчей в Качканаре в Станте Первой Лиги. Во-первых, хотел бы сказать большое спасибо организаторам, принимающим стороне за такой шикарный зал, паркет. Играть отного удовольствия, я думаю, что он, наверное, я уверен даже, что это лучший паркет в Синдовской области. Единственное, это большой минус, хватает трибун. Город маленький, болельщикам интересно приходить на свою команду. Вчера было, хоть и говорили и против нас, но приятно играть, подготовка, все-таки футбол, игра для болельщиков. У тебя добавили трибуны, по-моему, приятный, есть лифт на мне расположиться. Что по игре сказать, первый матч, в принципе, нам удался, что забили быстро первые мячи, поэтому была, так сказать, тренировка-концовка, вот, начали развивать счет. В игре с хозяевами ребята молодые, обученные, все с желанием, стараются, бегут, поэтому было тяжело, если честно сказать, вот. Немножко не сыграли ни свой футбол, надо было играть футбол от головы, достаточно беседовать. Напустили первыми, пошли в отбор, потеряли много сил. Топ, пустили еще в концов, два мяча. Вот, и в сегодняшней игре уже оставалось мало сил, так как у нас приехало всего шесть полевых, много ребят нас заболели, настиг как раз вирус, пять человек болеет, поэтому приходилось играть в оборону, экономить силы, играть в шесть полевых. Ну, сегодня хорошо, что так же забили первыми, отстояли, сложный момент в лучшинстве, от приема отыграли, здорово не пропустили. Вот, ну, и забили нужно третий гол, после которого октала бег, все и стали дальше развивать свой счет. В итоге оберегали победу и заработали шесть очков. Я считаю, неплохой результат, исходя из нашей ситуации, так как мы играли в нечистое, можно сказать, на следующий человек. Поэтому результат, в принципе, закономерный. Ну, давайте, Михаил, с вами выберем лучшего игрока всего статра в вашей команде. Кто это будет? Ну, я считаю, я хотел бы кого-то наделять, все ребята бились друг за друга. Может, капитан, он сегодня много мячей забил. Да, ну, если его выдели, да, нужный мяч забил, у нас Кирилл Политовский. А сказать, у нас, можно сказать, прирожденный бомбардер, игрок, который умеет решать моменты. Ну, и, в принципе, он сегодня сделал свое дело, в нужный момент забил нужный гол, после которого стало легче. Ну, довольно долго вы жили в Качканале, я так понимаю, три дня. Да, мы прилетели в Качканале, нас довезли на автобусе, вот, то есть, провели предыгровую тренировку, привыкли немножко к залу, почувствовали паркет. Успели здесь погулять, какие-то достопримечательности посетить? Если честно, в нашей ситуации было тяжело, поэтому было не догуляли, то есть, гостиница, зал, зал, гостиница, вот. Если будет возможность, в следующий тур, дай бог, ребята, все выздоровеют. Ну, год увидели. Второй тур у нас здесь, со 2 по 5 декабря. Там 4 игры будут, ничего сложнее. Там уже сходите? Дай бог, да, ребята, привет, у нас будет 2 четверки, плюс вкусные, вот. Тогда приедем пораньше, может быть, выделим время, конечно, сделаем небольшую, если это прогул. Ну, горы было видно или тут снегопад был? Если только когда ехали до зала, то есть... Историка видно было. Но если мы к вам в Новый Горько приедем, какое место, в первую очередь, советуете посетить? Достопримечательность. Ну, какой-то определенной замечательности нету. Если только это белого медведя вы увидите, вот эта достопримечательность будет. То есть, зверей много в округе водится. А так, ну, конечно, тяжело. Ребятам будет добираться в Новый Горько, это город самый далекий, самый отдаленный город из всех команд первой лиги. Вот, а так, если будет возможность, конечно, будем рады. Ага, а немножко еще расскажите из истории. Вы же давно не участвовали, да, в этой лиге в первой? Мы участили прошлый сезон, я являюсь как бы... В этом туре уже пришлось ребятам помогать, стал играющим тренером, так и вообще пять волевых было. Поэтому мне пришлось... А, то есть вы роль тренера еще выполняете в команде? Да, я являюсь тренером, поэтому мне, вообще, пришлось вспоминать новость, переодеваться, помогать команде. Ну, а какое самое максимальное место, вот, Новый Горько завел в первой лиге в предыдущих соревнованиях? Занимали бронзу, но это было не для мне, был другой тренер. А, год? Да. Год, не скажете, примерно? По-моему, это был в восемнадцатом году. В восемнадцатом году хорошо все сложилось, третье место. Ну, в этом... Да, команда играла до этого, повыше лиг, потом приняли решение играть по первой. В этом сезоне какая задача, какое место? Ну, в первую очередь, это победа в каждом матче, а потом уже такие приходят время игры, ребятам говорю, что нужно победать в каждом матче и все-таки занимать место в тройке, чтобы завоевывать место для участия в переходном турнире, в финале Уральского региона, да, а также Всероссийского фунала. Ну, то есть повторить успехов или даже предзойти вот в восемнадцатом году? Да, надо стараться, биться в каждом матче, поэтому все реально. Все команды более-менее равные, нет никаких определенных олучшателей, но дальше посмотрим, подключится. Еще команды, которые еще не вступили в борьбу, вот, и дальше уже будет видна полная картина после второго, третьего тура, будет более ясно. Ну, просто возможно, передавайте привет семье, близким, родной город, на родину. Я сам из Екатеринбурга, вот. А, из Екатеринбурга, ну, Екатеринбург, передавайте. Я там работаю сейчас, вот, сейчас у меня моя листья жительства там, там моя семья, вот. А так, хотел бы всех поздравить с начала мини-футбольного сезона и всем пожелать удачи. Спасибо большое, успехов вам в дальнейшем. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.